Друзья, привет! Наконец долгожданное видео про пустые баночки. Что-то опять я затянула, накопилось много, но, конечно, не максимально. Бывало и похлеще, когда уже просто всё вываливалось из пакетов. Давайте сразу начнём. Первое гель-неумывание от Ariflame. По-моему, сам Брэнтова дарила, в общем, уже не помню. Скорее всего, да, потому что я Ariflame сама тысячу лет не заказывала. Никого знакомого нет, кто её занимается. Цены по последнему разу, как я посмотрела, по-моему, что были какие-то вообще... Ну, что-то они прям метят на люкс, что ли, не пойму. Совершенно необоснованно, как мне кажется. В общем, вот эта мобалка мне понравилась. Одушка, помпа есть, очищает хорошо. Я использовала с щелочкой Foreo мини. Всё было здорово, никаких нареканий у меня нет. Следующее. Потрясающий гель для душа лавандовые сны. Боже, как он пахнет! Это смесь лаванды с имбирным пряником. Вот, ну, мне так кажется. Хотя здесь имбиря и пряника, по-моему, как бы... Сладкая... Сладкая тонкая щита это овец. А лаванда шлёс, сладкий привет из страны грёз. Настой цветков лаванды. Масло и ланг, и ланг. Ещё какой-то экстракт. Ну, вот, может быть, это сочетание даёт такой... Похожий на пряник аромат. Ну, в общем, был волшебный. Он довольно густой. Красивого фиолетового цвета. Не сушит. Потрясающе. Потрясающе. Я, наконец-то, достану свою любимую снежную фею. Практически полная упаковка. Вот досюда из расхода. Ловитекс. Это спрей-сыворотка, несмываемая. Совершенные волосы. Меня всегда удивляет, как у них в русской косметике. Как много заявлений у них. И приходишь, конечно, вот долго выбираешь. Или на сайте я долго смотрю. Но... Они прям вот любители. У них не бывает какой-то полупустой такой этикетки. Всё должно быть на максималочках. А здесь какая-то странная помпа, странный распылитель. У меня в итоге была вся комната в этом спрее. То есть он прям плюётся. Ну и те пару раз... Ну не пару, может быть. 7-8 я точно раз использовала. Давала ему шанс. Пыталась его спасти, но нет. Но ничего такого волшебного я не увидела. Не знаю. В общем, не могу порекомендовать. Хотя я вроде по отзывам тоже покупала. Ну и понятно, что не все отзывы каждому человеку подходят. Бальзам-шампунь от DAF. Ну тут как бы... Тут как бы всё понятно. Это обычная стандартная серия. Клинтинное восстановление. Приятно пахнет. Хорошо смывается. Волосы не жирнит. Какой-то вот у меня был миниатюра шампуня профессионального из Glambox. Вот я им пару раз воспользовалась. И по ощущениям я как будто вообще не мыла голову. Ненавижу этот эффект. Ненавижу. Потому что я мою голову каждый день. И мне важно, чтобы каждый день мыла она чистая. Вот у меня это прям сразу бесит. Ну став, такого не бывает. Не знаю, мне прям нравится качество волос, когда я использую эти продукты. Ну и стоит. Отличная цена. Мусс для душа от Боле. Волшебный, восхитительный аромат клубничного чизкейка. Ой, прям вообще. Он такой аппетитный. По-прежнему продаётся в Польше, в Германии этот бренд, в Болгарии. Есть какие-то сайты, но ничего посоветовать не могу. Никогда сама не заказывала. Я знаю, что девчонки в Калининграде, кто живёт. Ну кому вот близко, да, они вот перепродают. Я когда-то видела группу ВКонтакте, когда-то видела какой-то сайт. Но, честно говоря, я сейчас не задавалась этой целью, чтобы купить. Может быть, родители отправятся куда-нибудь в путешествие и привезут. Вот. Потому что меня что-то вот в эти страны не заносит. Как-то не заносит. Ну, может, занесёт. Но это опасно. Это опасно, если я попаду в ДМ, я не знаю, что там случится. Как я уеду обратно в Москву? В общем, очень классно пахнет. Тоже не сушит. Прям вот. Боже, что такое грязное там. В общем, очень нравится. Очень. Очищающий крем-мус. Депидер, матуряж. Придающий сияние коже. Ну, на самом деле, это такая умывалка. Не могу сказать, что она прям мус-мус. Это такой нежный, приятный гель, который не сушит кожу, который, не знаю, какое-то ощущение комфорта, кожа чистая, всё приятно. Не знаю. Никаких нареканий у меня нет. Это сияние не замечаю, не знаю, я, может, не смотрела себя так часто. Сложно мне сказать, сияю я или не сияю. Просто достойная, классная умывалка с очень приятной консистенцией и которая легко смывается. Всё. Что ещё нужно для умывалки? Не знаю. Ночная маска. Прощаюсь с ней. Чё-то вот не пошло дело. Вроде она мне нравится, а вроде и не очень. Опять-таки, если сравнивать её с урьяж, конечно, урьяж мне нравится больше. Потому что в данном случае отдушка, она довольно сильная. И через пару минут она просто надоедает. Если первые минуты ты думаешь, о, боже, яблочко. Я знаю, что ещё банановая такая есть. Она липковатая, она как будто такая силиконистая сильно. Ну, не знаю, какие-то не очень приятные от неё ощущения. Всё-таки вот слиппинг-маска от урьяж. Да она прям как водичка. К подушке не липнешь, не воняет. Ну, как бы вот комфортно, комфортно. В данном случае, не знаю. Но она уже и давно у меня стоит, поэтому я думаю, что срок годности прошёл уже. Нечего её через три месяца пройдёт. Но я не планирую её в ближайшие три месяца пользоваться. Далее патчи у нас идут. Заказывала на iHerb. Ну, слушайте, чё-то не очень. Чё-то не очень, хотя тоже есть хорошие отзывы. Ну, отлично мне не подошли. Не говорю, что девочки пишут неправду. Там, я не знаю. Все мы разные, у всех разные проблемы под глазами на лице. Разные волосы. Это естественно. Но они как-то вот не произвели впечатлений. Я их в холодильнике-то уж и хранила. И, в общем, ждала чудо-эффекта. Но сама пропитка какая-то очень водянистая. Патчи, вроде, в принципе, похожи на другие бренды. Очень крутые патчи на iHerb. Золотые, прям вот gold. Забыл как и бренд называется. Но они там одни, в общем. Такие золотые. Они там одни. Прямо золотая упаковка. Внутри золотые патчи. Очень классные. И уже, наверное, раз третий даже маме заказываем. Они ей тоже понравились. А здесь вот... Я что-то не проснулась или что-то не понимаю. Или устала уже. С экстрактом ласточкиного гнезда. Во-первых, я не знаю, с чем я это купила. Как-то вот... Такое вот. Во-вторых, неэффективно. Неэффективно. Я поняла. Знаете, почему я притормажу? Я смотрю в окно, где вот эта жутчайшая метель, и втыкаю на неё. А ещё на нос себе налепила вот эту штуку. И мне немного сложно разговаривать. Она уже подсохла. Это Тони Молли. Патч. Именно вот такой формы, как она здесь изображена. То есть немножко заходит на Т-зону и на носик. Ну, для того, чтобы удалить чёрные точки. А уже была у меня два раза. Я покупала в подружке. Сейчас, кстати, не знаю, продаются они в подружке или нет. Если да, то надо купить. Вот один раз заказывала на Эхиорп. Ну, так, чисто. Наверное, было там что-то добить. Жидкое мыло от Ифраше из вот этой новой коллекции. Слушайте, ну это как вода. Оно, конечно, пахнет. Мне понравилось. Лично. Лично. Знаю, что просто многим девчонкам мне понравился аромат этой коллекции. Мне зашёл прям, я, может быть, потому что фанат чая. Ну, это вода. Это прям вот как будто, ну, смотрите. Хотя нет, вот тут-то она как будто густая. Но расход, я не знаю, я, может, неделю помыла руки и мою их не так часто, потому что чаще и больше время я провожу на работе. Ну, в общем, ну, не знаю, не поняла, что это. Так, отъедем чуть-чуть, а то нам места не хватит. Потрясающий волшебный, идеальный спрей. Двойной эликсир от Эльце. Чуть-чуть осталась, просто реально устала. Он нескончаемый. Вот он год у меня точно. Я им пользуюсь, опять-таки. Это стандартная схема. Я помыла голову, промокнула полотенцем, побрызгала вот таким, таким или каким-то подобным спреем, расчесала всё, жду, когда высохнут. Каждый практически день. Но единственное бывает, один раз в неделю я не мою голову, если вдруг я куда-то не пошла, там, например, суббуду или воскресенье. Всё. Сил не хватило, перетусила в пятницу. Да, такое бывает. Но нечасто тоже. Да вот как? Да больше, мне кажется, года. Даже не знаю, сургодность это как там поживает. Нет, сургодность хорошая. Очень просто уже устала. Там уже особо нечего смешивать. Думаю, ну надо другие продукты использовать, потому что их много. А я тут вот зациклилась на одно. Но в целом он очень крутой. Я вам советую. Если не ищете какой-то спрей, он хороший. Тоже он не пачкает волосы, не жирнит, мягкий, нежный. Всё с ним здорово. Рассталась. Но опять-таки в ходе каких-то разборок, переборок Double Wear с SPF мне его дарили. У меня просто тёмный оттенок. Конечно, это легендарный тон. Вот оригинальный, да, оригинальный. Почему я так сказала? Оригинальный Double Wear. Double Wear Light мне тоже нравится. Вот, кстати, с радостью повторила. Ну, сейчас вроде есть разные тональники. Ну, в общем, если встанет вопрос, я не исключаю того, что я повторю. Но я думаю, что версия Light. Потому что это, ну, всё-таки плотновато. Раньше я любила такие текстуры. Прям мне надо было за маской всё затягачить. Сейчас иногда пользуюсь подобным. Иногда, но прям вот редко и стараюсь тонким слоем наносить. В основном сейчас вот даже люблю что-то сияющее немножко, что-то такое вот лёгенькое. Лучше я немножко консилера добавлю, но в целом не буду перегружать кожу. Ну, а тут в чём вообще вопрос? Во-первых, он давно у меня уже лежит. У него вот как раз через месяц заканчивается срок годности. Во-вторых, он очень тёмный. Когда мне его дарили, я отходя-то приехала из Испании, что-то была какая-то презентация, что-то как-то вот... А, знаете, что презентовали? Стэллаудер был запуск, кушон у них был, который, не помню, понравился, нет, что-то вот не помню. И, может быть, до этого они её подарили. Ну, в общем, у меня была загорелая, мне подходило. Давно я уже загаром таким не облещу. Я... Вот в мае будет год, а я не была на море. А это для меня... Не хочу тоже, знаете, это не с целью хвастовства. Ну, просто, правда, раньше как-то вот почаще, почаще бывало. Вот летом всегда я была на море, этим летом не поехала, ну, потому что не получилось, к сожалению. Было много работы, и я в итоге в конце лета просто съездила в Тулу, отметила день рождения и вернулась обратно в Москву. Ну, посмотрим, надеемся, что этим летом смогу взять отпуск и немножко поджариться. Вот, в общем-то, он хороший, но вот его бы я, наверное, вряд ли повторила или прям на особый случай, прям вот я не знаю. Но я тоже не могу сказать, что особый случай у меня редко. На самом деле бывает. Бывает. В плане того, как бы, в плане моей работы всё-таки бывают какие-то мероприятия, куда надо собраться. Ой, ну, короче, я так долго вот это вот что-то, 13 минут, не пойми о чём. Тонинг, белорусский, Vitex, глубокое увлажнение, ля-ля-ля. Хороший, базовый, приятно пахнет, не липкий, всё понравилось, рублей до 100 он стоит, вообще рекомендую. спрей, который не поняла. Вот этот бренд, он вообще спорный, он такой спорный. Это одна из эксклюзивных марок магазина Подружки. Кстати, я сейчас была на презентации магазина Подружка, потому что наше агентство готовило это мероприятие. Эксклюзивный. Вот есть крутые прям продукты, вот классные. Вот мне понравился воск и мне понравился гель для укладки. Вот я недавно показывала в сторис, за 120 рублей купила. Вот тут, ну, видите, вот я использую всё, я не вижу смысла, я просто не понимаю, зачем я его использую. Просто вода. Никакого эффекта соли, там, я не знаю, морской укладки. Ну, тут как бы спрей для волос с морской солью. Создает слегка небрежную текстуру. Нифига не создает, лично на моих волосах. Не знаю, какая-то ерунда, поэтому не могу вам рекомендовать. Но дизайн красивый. Прощаемся с Paint Pot. Прошел его час, прошел его век, ему 159 лет, тоже даже не знаю, что там сроком годности. Даже треснула. Ну, нормально, нормально израсходовала. Просто реально покупала сто лет назад, слушайте. Не знаю, зачем мне нужен был Paint Pot, такой сияющий, сверкающий. Я его в итоге использовала просто как монотень. Потому что, если покупать Paint Pot в качестве базы, лучше всё-таки матовый оттенок, да, который подо всё будет подходить, не будет выбиваться у вас под теней. Но в целом, в целом, я не сильный фанат Paint Pot, вот. Этому, наверное, лет шесть, я думаю. Я думаю, что ему лет шесть, если не больше. Потому что я давно, давно, в принципе, ничего не покупала в Маке. А, Paint Pot, так подавно. То есть, в качестве базы это не самый лучший вариант, как мне кажется. Я бы попробовала какая-то есть у них просто база. Хотя, тоже не уверена. Мне действительно кажется, что я вот растушёвку послушала видео про Fix Plus, и я согласна, что Мак, если не брать лимитки, мне кажется, они застряли где-то в прошлом. Они вот придумали Fix Plus, Paint Pot лет 10-15 назад. И мне кажется, что там ничего не меняется. Ну, да, выходит новый консилер, окей, он там крутой, он всем нравится. Кстати, про консилер, с консилером я тоже прощаюсь. Пробую Longwear, он мне вообще, я знаю, что есть фанаты, есть те, кому прям вот вау-вау. Мне, к сожалению, не подходит он, если наносил я упал от глаза, просто это плюс 10 лет. Это такая жуть, он всё так высушивал мне. Ну, на покраснение более-менее, но у меня нет таких проблем, что я постоянно. Вот тоже за много-много лет уже просто я понимаю, что давно прошёл срок годности, допустимый и недопустимый. Ну, вот сколько я использовала. Я хочу попробовать новый консилер, который они выпустили, как раз Марию Вискунову. Вы знаете, я вот даже вчера сказала подруге, я раньше вообще на мне не нравилась. Её подача, всё, над моей коллегой просто недавно началась с ней работать. Мне казалось, что это приятный человек, даже, ну, вот как она мне рассказывает, потом я начала как-то больше обращать внимание на её сторис, на её это. Она даже когда ругается матом и типа там хейтит своих подписчиков, да, она по делу это делает. И у меня какое-то вдохновение от неё пошло. Я смотрю, что да, ей вроде много просылают, но она много всего сама покупает, вот то, что она там спрашивает, на что вы хотите. И я не скрываю, я решила сделать так же. Мне кажется, что это более эффективно и более интересно подписчикам. И я вам показывала, я Тевелин купила, сейчас тестирую, к сожалению, на неделе не сильно успела протестировать, но скоро-скоро я подготовлюсь. Ну, в общем, опять какие-то гня, эти лирические отступления. В общем, не вызывают каких-то прям вот эмоций, не готова бежать ни за тем, ни за тем продуктом. За новым консилером хочу зайти и хочу какой-нибудь новый хайлайтер купить. Мак уже, наверное, полгода, всё никак, не раздражусь. Слушайте, опять дофига масок, давайте быстренько, быстренько. Secret Nature приятная, нормальная, я что-то думала, что она кокосом будет пахнуть, думаю, не пахнет. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так, сразу мусор её буду кидать. Paradise. Такая вот с подружки, по-моему, мне не понравилась, у неё не очень приятная ткань и пропитка. Вот это не понравилось точно. Что-то там тоже ткани, всё было так себе. Вот эти маски мне нравятся, они хорошие, это сфолия, но в данном случае, я люблю лаванду, но в данном случае отдушка лаванды какая-то, я не знаю, ну не самая приятная, в общем. Ну не повторю, неплохо, но не повторю. Маска лица натурально увлажняющая, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неплохая. Чё плохого не помню. Почему я так, знаете, вот одно-два слова, потому что, мне кажется, каждый раз я это повторяю, я не знаю, что сказать такого про маску, прям вот, прям вот-вот. А либо хорошая, либо плохая, либо ты видишь хоть какой-то эффект, либо не видишь, либо липкая, либо нелипкая, ну как бы. Если всё хорошо, я ей скажу, что хорошо. Вот эта маска очень понравилась, прям честно поразила, хотя потом одна из знакомых тоже её использовала, и наши мне немножко разошлись по поводу липкости. У меня впиталась просто на ура, и кожа была совершенно не липкая, вообще ничего, не осталось на ней. У знакомой наоборот была сильная липкость, вот как-то непонятно, почему так произошло. Но в целом она прям освежает, охлаждает, у меня было ощущение, что лицо подтянулось. Пять с плюсом стоит до 70 рублей. Со скидкой в подружки ещё меньше, возможно, и в других магазинах, но я, как всегда, постоянно хожу в подружку, поэтому в другие магазины не могу. Серия, которая мне очень нравится, я рекомендую вам купить Байп, что? Бэри Хэд, секрет. Вот так, в общем, выглядит бутылочки, тоже до 80 рублей стоят, если не дешевые. Прям нравится, 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 отличные маски, очень приятная и пропитка, и сама ткань, и размер, и одушки, ну прям вот в категории до 100 рублей, это сейчас мой фаворит. Вот такая масочка, таким он этим хорошим дельфинчиком, она просто увлажняющая, просто увлажняющая, ну и, насколько я помню, она и уложнила, нормальная, не спасла, но уложнила. Лавандовая маска, тоже неплохая была, и вот такая розовая маска, вот она приятнее, чем лавандовая, хотя я запах роз не сильно люблю. Патчи от Avon, кстати, очень даже неплохие, прям вот на 4, на 4 с плюсом потянут, прям классные, но получается, что не сильно выгодная цена, даже, наверное, дорогая, они в каталоге рублей сто слушайте, мне кажется, вот либо минус, ну, либо до 150, либо чуть больше, чем 150, не помню сейчас точно, но дорого получается, представляете, если вы хотите 30 пар, как это бывает, не формирую я вам, сколько здесь было штук-то? Конечно, ничего не написано, ну да, 30 пар, 60 штук здесь лежало, патчей на 30 раз и стоит эта упаковка 600-700 рублей на Эхиорби, извините, а тут только одна пара 150, а может и дороже, в общем, не выберут, поэтому я предпочитаю после времени покупать вот в баночках, я думаю, что многие так делают, идем дальше, попрощалась я с Urban Decay Death Leak, он тоже давно лежит, никакого вау-эффекта не вызвал, он, безусловно, неплохо фиксирует, но его запах, по крайней мере, раньше, как он пах, абсолютно не нравится, возможно, что они сменили отдушку, но здесь она была неприятная, какая-то пластмассовая, потрясающий тоник, а точнее эссенция от PAYO, это лучшее средство на утро, отумылись и наносите, либо руками, да, потому что он такой, немножко гелеобразный, либо ватным диском, как удобно, тут расход немножко больше будет, можно и даже нужно носить под глаза, и сразу кожа просыпается, то есть, ну, это практически как утренняя сыворотка, назовем это так, прямо супер, прям супер, вообще, вот, очень хочется повторить, потому что этот утренний ритуал прям меня вдохновлял, мне кажется, бальзам и шампунь тоже, которые понравились, это Glisskur, такая розовая серия, безупречно длинная, для длинных, ля-ля-ля-ля, так, то он, ну, в общем, просто хорошая линейка, просто хорошая, волосы не стали, у меня там, курапунцель, или еще что-то, не произошло, крем для рук, который совершенно не понравился, это Clorans, покупала по скидке, но почему-то потом я уже увидела, что особо, ну, типа, было написано в ритуале, что, например, он стоит 500 рублей на ценнике, а пробили мне где-то за 630 рублей, но это я уже увидела поздно, поэтому не пошла разбираться, вот с этого все началось, а в целом, ну, ждешь какой-то, вот тут апельсиновые, какие-то там цветы, ветки и так далее, ждешь какой-то приятный аромат, а его, к сожалению, нет, не знаю, мне прям этот аромат, вообще, не зашел, не зашел, ну, и само увлажнение, оно очень прям такое, вот, не о чемное, по троечку, это крем, соль для ванны, которая очень понравилась, вот, даже дизайн ее, сейчас я только посмотрю, чем она пахла, не пойму, какие-то цветочки, не сооружу, чем она пахла, но, ну, прям классная, работа от дизайна до эффекта, и пена есть, и все здорово, тоже из Германии, такая была масочка, опять ничего про нее не помню, не помню, это тускло, уставший, но это такая вот, из сегмента, подороже 100 рублей, ничего про нее не помню, моя любимая проблема повторяется, и лимонная масочка Skin Food, неплохая, неплохая, хорошая, кожа прям такая была, светленькая, действительно, есть какое-то свечение, сияние, свежий вид, ой, дальше я тут, конечно, прошлась по декоративочке, разборки, они у меня такие, значит, я простилась с помадой Dior, такого персикового оттенка, какая-то там, лимитка, не лимитка, не помню, как замазка, но ёпара, зачем я ее когда-то купила, скорее всего, это тоже было в порыве, когда я была загорелой, и мне показалось, что она идет, но нет, ну раз 10 пользовалась, но ей уже 100 лет, поэтому беречь нечего, консилер от Benefit, очень нравится, но, к сожалению, тоже уже давно лежит, но я им, помню, пытается пробраться, но я им нормально попользовалась, то есть есть такое углубление, он очень хорошо прикрывает синяки под глазами, это оттенок у меня был первый, этот продукт, к сожалению, не поняла, вот прям, не знаю, Porefessional, затиска пор, можно типа и до макияжа, и на макияж, но это мне вообще непонятно, а до макияжа, не знаю, никакого вау-эффекта я не видела, вот обычная база Porefessional, она намного лучше, вот этот стик как-то не произвел никаких впечатлений, блеск для губ от, что было, кто это, Rouge Banner Rouge, он очень, кстати, красивый, здорово смотрелся на губах, но тут тоже уже просто, просто чешется, он просто давно у меня уже, умывалка Scrub, которая безумно мне понравилась, вот прям безумно, она супер классная, она такая щадящая, но вроде чуть-чуть отшелушивает, аромат приятный, текстуры классные, не знаю, прям вот, прям идеальная умывалка, и вот у меня сейчас есть еще одна в запасах, я прям в восторге, рекомендую попробовать, боже, как тут еще много всего, я так долго разлагольствовала, тени Inglot, такая палетка, основную часть я отдала, вот тут еще осталось, ну тут ни о чем, цвета ни о чем, я рассказывала вам, что, ну, вроде они мне нравились какое-то время, потом быстро разонравились, как-то, не знаю, никакого вау, никакого вау-эффекта, не знаю, MAC тени намного лучше, вот сейчас я пользуюсь, боже, как это называется, Colourpop, и то мне больше нравится, не знаю, просто в те времена была какая-то волна, что все заказывали, покупали, прям вот, пик был этих теней, сейчас как все, успокойся, прохожу мимо Inglot, а там всегда пусто, мне кажется, всем уже практически, наплевать на этот бренд, ну, может быть, там, Гарри Вьясян покажет, какие продукты, все за ним побегут, но в целом, мне кажется, прошло, BB крем, нюд, потрясающий, волшебный, шикарный, отличный, возможно, когда-то повторю, сейчас у меня нет запасов, я их все истратила, но в целом, он крутой, безусловно, база под тушь, потрясающий, от Benefit The Real, кто как использует, моя знакомая, использует вообще в качестве туши, я использовала как базу, она коричневого цвета, реснички более длинные, тушь дольше держится, ну, не знаю, все красиво, все здорово, хватило на долго, я прям долго пользовала, блеск Make Up For Ever, добивала как могла, очень красивый, не липкий, вот эта серия мне нравится, я, кстати, не знаю, она сейчас продается или нет, я давненько покупала, ну, красивый, цвет классный, цвет D16, такой бежевый, с золотистыми частичками, тушь Too Faced Better Than Sex, такая тоже, знаете, нашумевшая, легендарная, вау-вау-вау, я вам скажу, что белорусские туши не хуже, она мне понравилась, но никакого прям дикого, пищащего восторга, я могу покупать ее купить, она неплохая, но она довольно быстро засыхает, я дальше сейчас не могу ее, ну, с другой стороны, как быстро, 2-3 месяца вам хватит, а после двух-сех месяцев желательно купить новую, поэтому, ну, кисточка вот такая, объемчик был, удлинение было, вроде все было, ну, не прям восторг, восторг, она немножко отпечатывается, вот особенно сейчас, зимой она бы точно отпечатывалась, я ее еще осенью закончила, а вот когда перепад сильный, она, мне кажется, не выдержит. Мой любимый гель для бровей Гимми Брау, это уже, я не знаю, какая упаковка, точно не вторая, точно не третья, и, наверное, не четвертая, сейчас открыла сразу же новый, мой самый любимый гель для бровей, я уже просто перестала покупать какие-то новые, иногда попадаются в каких-то косметичках, перестала экспериментировать, для меня идеальный гель для бровей найден, он с оттенком, у меня оттенок номер три, есть, по-моему, всего три или четыре оттенка, ну, прям лучший, ну, не склеивает, все естественно, натурально, все здорово, хватает тоже надолго, есть мини-версии, если вдруг сомневаетесь, что у нас дальше, боже мой, крем для рук тропикана, кокосовый, по-моему, подруга привозила его из Таиланда, очень понравился, и аромат, и все, а, тут даже, мм, такой кокос и жасмин, классный, если будете в Таиланде, покупайте, Отер Ай Крем от Урьяш, потрясающе, мне вообще очень нравится серия Отер Маль, потрясающий рич крем, потрясающий лайт крем, именно для лица, и не менее хороший, такой базовый, лет до 30 точно идеально подойдет, крем под глазки, прям вот, люблю, блеск для губ от Нарс, не знаю, долго лежал, да вроде он неплохой, вроде мне нравился, но, уже что-то он, он красивый, он красивый, Истрия называется, вообще к Нарсу хорошо отношусь, ну, просто, 100 лет недавно сделал, пор минимайзер от Smashbox, обычная, обычная, еще с обычной базой, не знаю, вот полную версию я бы не купила, ничего мне не запомнилось, тушь, которая вот спорная, вот она вроде и хорошая, вроде и объем фееричный, но, если вдруг перепад температуры, опять-таки, если вот на улице минус 15, а в помещение зашли, плюс 25, все, сразу все отпечатывается, если обычная погода, не знаю, плюс 10 на улице, все здорово, то есть, вот как бы спорная, карандаш Mark Jacobs, что-то он лежал-лежал, я ни разу не воспользовалась, тут вдруг хотела, а он высох, поэтому, мы тоже прощаемся, блеск для Go Potessence, тут я на помаду наносила, немножко открасилась, хороший обычный блеск, у него просто вышел срок годности, такое, знаете, базовый абсолютно, тоник для Царь, рекомендую, кстати, приобрести сияние абрикосы, аромат чудесный, тоник, ну, тоже хороший, стандартный тоник, за приятные, небольшие деньги, здорово, вообще, вот серию с розой, не знаю, вряд ли буду пробовать, опять-таки, просто не люблю розы, а вот из этой серии, вот, даже думаю, может быть, еще что-то прикупить, хотя, вроде, ухода много, куда его так, много мне, так, мы с вами практически на финишной прямой, какая-то лимитка, это было, что это было, это типа праймер для губ, но, признаться честно, я ни разу им не воспользовалась, ну, вот как-то так, острогодности у него тоже вышел, ну, бывает, бывает, помада от Кика, вот осталась небольшая, она, в принципе, не была, не очень большая, но я пользовалась прекрасно, помню, покупала в Испании, но много лет назад, возможно, что продается, и сейчас этот оттенок, это 0, то ли 80, то ли 0,8, наверное, 0,8, бежевый, розоватый, красивый, на бугах, на губах, шикарно смотрится, помада Шанель, Шанель, называйте, вот так, мне, мне когда-то подарил ее папа, цвет, интересный, на самом деле, он не такой, на самом деле, это как бальзам, вот он, вот так выглядит, очень красиво, но почему-то она лежала, лежала, не знаю, я особо ей не пользовалась, но она уже так давно лежит, что уже просто неприлично, а, конечно, дизайн, все очень приятное и красивое, умывалка Tarte, брала ее как-то с собой в поездку, мне впечатлило, она очень плохо смывается, поэтому, я бы никогда не купила, база по тени Too Faced, она хорошая, она напоминает мне Urban Decay, но сейчас я решила, что-то новое для себя найти, Too Faced как раз заканчиваю, ой, Too Faced закончилась, Urban Decay, заканчиваю, решила пройтись по бюджетным, взяла я себе Catrice, взяла я себе Evelyn, но еще, честно говоря, я хочу NARS взять, это уже не сильно бюджетно, в общем, хочу что-то новое для себя открыть, какую-то новую базу, и последнее, что было, это гель для душа и гель для рук, для чего угодно, от Liken, стоит он где-то порядка двух тысяч рублей, полторы-две, не поняла, самый обычный, вот по ощущениям, это самый обычный гель за 150-200, непонятно, не знаю, что поделаешь, такие были пустые баночки, надеюсь, что вам было интересно, вы не устали 35 минут слушать мои рассказы, веселые истории и прочее, размышления всякие, я пошла, петель не прекращается, я пойду что-нибудь, маску еще какую-нибудь сделаю, все, иду на день рождения, но, честно говоря, страшно ходить на улицу, что поделаешь, в общем, всех обнимаю, всем пока!